До единого дня голосования остается меньше месяца. 9 сентября жители Ивановской области выберут местный парламент и губернатора. В областную думу баллотируется 57 кандидатов, а на пост главы региона претендует 5 человек. «Единая Россия» выдвинула нынешнего в Рио губернатора Станислава Воскресенского. Кандидат от КПРФ – действующий зампред облдумы Сергей Нациевский. Партия коммунисты России поставила на голосование Александра Орехова, депутата Кенишемской гордумы. «Справедливо-Росов» представляет директор ООО «Ткацкая фабрика» Павел Попов. От ЛДПР в губернаторы баллотируется депутат областной думы Дмитрий Шелякин. Это кандидат в губернатор. Вы знаете хотя бы одного человека? Нет, не улетай с политикой. Никто из этих людей вам не знаком? Нет. Никого не знаете? Вообще ни один. А на выборы собираетесь 9 сентября? Нет. Вы пойдете на выборы? Ну, пойду. За кого голосовать будете? Уже решили? Пока не решила. Буду думать на месте. Кто это? Депутаты наши, да? Как зовут? Не знаю. Это вы человеку? Нет, нет. Никого не знаю. А то же 9 сентября у нас будет выбор, знаете? Это знаю. Пойдете на выборы? Наверное. За кого голосовать будете? За его. Ну, вот этого узнаю. Кто это? Временно исполняющий обязанности губернатора. Как зовут? Временно исполняющий обязанности. Ничего страшного. Так, это кто? Не знаю. Тоже не знаю. Никого, кроме него, не знаю. Никого не узнаете? Никто вам не известен из этих людей? А вы знаете, что у нас будет в области 9 сентября? На выборы, что ли, будем? Вы пойдете на выборы? Ну, наверное. А за кого будете голосовать? Вообще, вы знаете, кого мы выбираем? Нет, не знаю. То есть, вы не знаете, кого мы выбираем, но на выборы собираетесь? Ну, я пойду посмотрю. Еще будет реклама, послушаю, что будет. Кто это вы знаете? Не знаю. Кто? Воскресенство. А это? Этого не знаю. Этого знаю. Это КПРФ, помню. Этого тоже не знаю. Тоже не знаю. С узнаваемостью кандидатов на высшую должность в регионе все довольно плачевно. Лицо в Рио губернатора известно лишь каждому четвертому. А медийность остальных оставляет желать лучшего. Что говорить? О самих выборах-то знают далеко не все. Никого не узнаете? Нет. Этот человек вам не известен? Нет. Этот тоже не известен. А знаете вы, что будет 9 сентября? Честно, нет. Не знаете? Честно говоря, не помню. Вот это, по-моему, СЛДПР или это СЛДПР? Явно кто-то из них. Ну вот кто-то из них, да. Потому что я помню, что они были слегка свекловолосыми. На выборы пойдете? Возможно. Да я не в Иванове живу в Москве. Знаешь, в Москве будут выборы, но меня там тоже. В Москве тоже не пойдете на выборы? Почему? Ну, не вижу смысла. Это как бы клоун надо, на мой взгляд. Ну вот за кого бы из этих людей вы бы проголосовали? Да вот, за него. Спасибо. Вы знаете троих, получается, из пяти? Ну, как бы да. А пойдете ли на выборы 9 сентября? Да. Вот мы Путина выбрали, например. Ну вот я голосовала за Путина, а сейчас против. Видите как? Поэтому я, наверное, не пойду. Потому что я могу выбрать и ошибиться. Чтобы выбрать и не ошибиться, перед визитом на избирательный участок стоит ознакомиться с программой каждого кандидата, посмотреть теледебаты. По сравнению с недавними президентскими выборами, что и логично, эта кампания выглядит куда менее оживленной. Жители региона не особо интересуются политикой. Кандидаты в губернаторы им не близки. А претенденты в областную думу тем более. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ, Иваново.